Девушки отдыхают На Чикенкаре, на Инстаграм, на Ютуб, на самого Сашку, на Вову Писидиона Эйва. Это, кстати, умор, что он реально себе имя поменял. Я еще иллюстрацию для фанфика тут нарисовал. Блин, труба у тебя модная. Качество связи, как на городском. Это мегафон, Володя. Всегда ведусь на то, что Гудков говорит. Я, кстати, после этого себе даже мобильного оператора поменял. Как всегда, на самом интересном месте. Ну, вообще, у меня сейчас небольшие финансовые трудности, поэтому иногда я посасываю Wi-Fi у соседей. Привет, 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 привет. Ну, ты чего? Ага, хорошо. Ну, у тебя здесь круто. Ну, да. Что-то мармелад лекарствами пахнет. Ну, есть немного. Там клофелин. Специально подмешал. Хотел посмотреть, какую спить. Ну, ладно, брось, не ешь. Блин, я уже съел. Не думал, что камеры будут. Ну, где-то вставать же оттуда теперь. А мы же тебе подарки принесли от мегафона. Ты же абонент. Так приятно. Вова, спасибо. Там роутер бесплатный. У мегафона и домашний интернет есть хороший. Здорово. Это все. Ну, наверное, дорого. Да нет. Если ты абонент мегафона, то по тарифу объединяй, можно пакетом подключить и домашний интернет. Очень выгодно получается. Не представляешь, как мне счастлива, Сашка. Да не за что. Все, мне пора. Мы опаздываем. Володя, вставай. Володя, пойдем. Тише, тише. Пойдем, Володя. Алекс, не буди его. Он спит. Помоги мне с ним. Ему еще шоу вести. Пожалуйста. Коммент аут? Да. Кто гости? Дэмис и Голостян. О, Боя. Тихо. Аккуратнее. Прикольно, когда вы старых комиков зовете. Так, что мое? Боже. Володя, давай, ну, милый. Саша, может быть, останешься? Где? Здесь со мной навсегда. Нет. Блин, у него кровь. Все в порядке. Я вытру. Было бы с волосами, не рассекло бы. Ну, все, пока. Давай. Ну, не провожай. Будь, 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 будь. Правило шоу. На столе три карточки. Звезда, комментарий, наказание. Участник вытягивает звезду, который должен написать случайный идиотский комментарий в Инстаграм. Если участник соглашается опубликовать, получает балл. Если нет, выполняет дурацкое наказание. Привет, я Владимир Маркони. Это шоу Комментаут. Бич. Ребята, позвольте представить вам наших гостей. В Древней Греции, когда воины шли на войну, они брали с собой маленьких мальчиков, чтобы не скучать. Эту же традицию Демис привил в гастролях камеди. Именно поэтому так быстро из камеди ушел Илья Соболев. Прихрамывая. В Ютуб. Понял ты? Ты говно, как Соболев. Все. Михаил Галустян. С ТНТ. Кстати, с ТНТ, где работал Миша на СТС, он принес главный принцип. Русские не смеются, потому что все деньги получают армяне. Михаил Галустян. Демис Корибидис. Демис. И Вова. Спасибо. Миша, спасибо. Раз, два, три. Демис. Я начинаю, да? Поздравляю, ты начинаешь наш первый раунд. Конечно же, в начале каждого шоу мы мешаем карточки, чтобы никто не думал, что у нас подстава. Такого мы не простекуем. Я в Сочи в 90-х видел такое. На вокзале. Кручу, кручу, верчу, да. Сколько ты проиграл? Я был организатором этого конкурса. Мой ивент. Ты хорошо себя показал? Окей. Миш, мы тебе все равно очень рады, знай, знай. Этот ужас сейчас. Все, что надо делать, говори, что надо делать. Так, тебе нужно сейчас тащить звезду. Да не нагнетай, пожалуйста. Не началось ничего, ты уже стоишь, фуркаешь. Ну что, тащи звезду. А тут ты можешь брать ее сверху, снизу, с середины, откуда хочешь. Ты личность. Все, поехали домой. Покажи. Покажи. Лайма вайкуле. Комментарий. А верхнюю обязательно. Какую ты хочешь. Что там? Носки насажены на шуруповерт. Ими ударяют 30 секунд по лицу. А как называется наказание? Наказание – ностальгия по плацкарту. Давайте-ка мы увидим что-то. Просто шутку придумали, а потом придумали наказание. Будьте добры, но нам это наказание. О, прекрасно. Как они? Ой-о. Ой-о. Что с ними случилось? Так. Или кто-то испугался просто. Давайте решим по армию. Кто это придумал? Давайте комментарий, да? Малахов назвал свой выпуск про эскортниц «Рынок шкур». Несмотря на то, что это название уже принадлежит концертному отделу «Блэк Стар». Я это должен Лайме написать, да? Да, и конечно же… Конечно, давай напишем, потому что она нихера не поймет вообще. А знаешь, что самое интересное? Тебе еще нужно будет отметить «Блэк Стар Офишл». А-а-а, вот так, да? Ну-ка, конечно же. Да давай вообще по барабану. Там ребята все понимают юмор. Ну, кто ребята, все понимают. Окей, а кто-то мне ребята давай назовем их. Я знаю только ребят. Я с остальными не знаком. То есть с Тимати не знаком. Ладно. Это ты сказал. Че нам одним страдать? Вы тоже все, давайте. Давайте, понюхайте все. Очень плохо, что это соревнование. Миш, ну кто сломал, тот и поднимает. У нас такие законы. А потом надевает и уходит в них домой. Миш. Карлсон хочет сделать. Это же он, действительно. Ну что, вторая часть готова. Так, Дэвис, что мы пишем? На то, что это... Изучаем русские буквы пока. Что это? Блек. Стар. Она подумает, это киргизы пишут. Вот сейчас киргизы обидятся на тебя, Дэвис. А я только с позитивом и с любовью. Кыргызстан! Все, я готов отправлять. Есть! Первый комментарий и первый балл отправляется Дэвису. Миша! Миша, добался! Иди сюда, понеслась! Вы говорите сейчас как Муругов. Ну что? Поехали, Миша! Лариса Рубальская. Смотри, Рубала 45! Рубала! Она на меня подписана, я даже подпишусь на нее. Так, наказание надо вытащить? Да, пожалуйста, тащи наказание. Давай, так вот, что вы это съездили? Перевес. Участник залезает в большой чемодан, женщина упаковывает туда свои вещи и пытается закрыть чемодан, садясь на него минуту. Что это? А что это такое, мы узнаем, потому что это наказание от наших друзей от Авиасейлс. Авиасейлс. Сервис по поиску самых дешевых авиабилетов. Голубушка, вы же опаздываете, у вас скоро самолет. А комментарий можно почитать? Нужно, Миша. Ха! Восклицательный знак. Самое сложное было уговорить мою стилистку, чтобы она сделала аборт. И это удалось. А знаешь, в чем прикол? Ребенок не от меня. Понимаешь, какой ты... Я заставил ее, значит, сделать аборт. Да, просто влез в чужую жизнь. Просто вот влез в чужую жизнь. Давай, надо. 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 Ну я люблю... Надо. В корыстных целях, чтобы у тебя концертов было больше. Я его люблю, я хочу. Чтобы она работала. Я предлагаю спрятаться в чемодан и написать комментарий. Не поймал. Где писать ей надо? Под последним. Под последним. Сообщением. Хорошо. А, ну видишь, ко мне поближе, да. Дэмис хотел с вами тоже постоять, пожалуйста. Миш, ты материшься. Почему? Сложно, ебало. Нормально. Сложно, ебало? А, блин, нет. Ебало бы. Верочка, вы хотели бы поукладывать Мишу Голустяна в чемодан? С удовольствием. Миш, ну ты чего? Женщина просит. Да я не залезу туда просто. Да ты не пробовал. У меня клаустрофобия. Это... Понял? Ну правда, правда. Ребята, не сдерживайте себя. Скажите, что вы думаете. Ну это же неприлично, не залезать в чемодан, правильно? Все, заткните, я печатаю. А знаешь, в чем прикол? Мы заебали, блядь, какой чемодан. Чемодан, да? Ну Миш, ну чемодан. Да, блядь, не полезли. Вообще-то он весь набит хрусталем. Самое сложное было уговорить мою стилистку, чтобы она сделала аборт. Ты стихи писал, да? И это удалось. А знаешь, в чем прикол? Ребенок не от меня. Бу-а-а-а. Бу-я-каша. Ничего, не смайлики, ничего. Российский флаг на всякий случай поставил. Ну на всякий случай. Все, отправляйте. Ну, ты понимаешь, она же человек старой закалки. Для нее это, возможно, покажется чем-то оскорбительным. Даже, если это в качестве шутки. Естественно. Ну давай я в чемодан залезу. Ну вот смотрите. Я бла-серчил. Мужчина! Нет. Смотри, сколько поклонников появилось. Ваши ебучий чемодан. Да я не залезу в него, блядь. Как я в него залезу? Вера для этого здесь. Блядь, как это? Она еще минуту будет прыгать на мне. Давай, мать, прыгай. Стоп, стоп. Верочка, стоп. Вера, стоп. Вера, держимся, Вера. Он меня матерью назвал. Извините. Вера, он назвал вас матерью, потому что это правда. И мы нашли ее. Вот, Вера. Как ты просил, я отправил комментарий. Подожди. Куда без вещей-то, поехали. Пойдемте, разгон давайте. Верочка, давайте. Итак. Итак. Вера, Вера, Вера. Стоп, стоп, стоп. Верочка, трамбой. Утрамбовывай. Немножко вы неправильно поняли условия. Вера сама хочет залезть в чемодан. Все, он уже в чемодане. Еще 15 секунд. Он меня подташливает. Зато Миша тарфует. Вера. Три, два, все, минута. Минута есть. Минута есть. Это называется оргазм. Спасибо вам большое. Но, во всяком случае, у меня так. Вера, удачного полета. Счастливо. Лариса, я вас очень люблю и уважаю. И я залез в чемодан, чтобы вам не писать гадости. Вот так вот. Красавчик. Мужчина. Лайва такая же история. После этого испытания Миша сделал приятно сразу двум женщинам. Миша, ты молодец. Браво. Да, японский городовой. Что там? Надежда Бабкина. Хорошо. У нас вообще креативные аккаунты у всех. Директор и руководитель театра «Русская песня». Еще и Антон Собянин пришел. Это кто? Антон Собянин, новый мэр Москвы. Вы не знаете, что это? Ночной мэр Москвы. Что делать? Ночной? Ночной мэр, да. Тащим наказание. Банщик пять раз бьет проигравшего полотенцем. А как называется? Банный день. Банщик, заходите. Какой комментарий будем писать? Что вы за человек? Мне уже не нравится. Первую строчку прочитал. Знаешь, какая ситуация? Я бы очень хотел это написать, но я не хочу. Ты права, имя звезды. Какой? Надежда Бабкина. Ты права, Ник Бабкина. Макс Галкин? Отметить его тоже надо. Как янтарные бусы. Тоже висит на шее пенсионерки. Алла Орфеевна. А, тут еще и Аллу Борисовну надо отметить, да, получается? Как бы надо как бы спалиться полностью. Ну, на самом деле смешно. Вот если никого не отмечать, то смешно. А то есть пять ударов по спине вам не нравится, да? А, типа, ну и что, просто спину сломает, ничего интересного. Ты знаешь, мне кажется, Максим столько шуток в свой адрес в этом смысле. Все, понеслась. Прочитал и услышал. Да, или ее не обязательно же отмечать. Нет, можно. Ты права. Я же у нее под фотографией, зачем ее отмечать? А тогда ей придет пуш-уведомление. Ты думаешь, она у нее стоит пуш-уведомление на комментариях? Конечно. У нее только два вида пуш-уведомлений. В инстаграме и когда собирается хоровод. О! И все, убежит сразу. Алла Борисовна, пожалуйста, не обидай. Не надо, вот не надо этих слов. Вот не нужно. Алла Борисовна, нормально, ха-ха. Ты думаешь, так она понимает, ха-ха. А, ага, понятно. Ну как, какие ощущения уже? Ну не очень хорошие на самом деле, как-то странно. Ну то есть такое легкое наказание, или может быть нелегкое, не знаю. Дело в том, что это полотенце пропитано жиженым спидом. Так что... Меня успокаивает только то, что ты держишься за него. Да, я принимал в этом участие. Что, что вы говорите? Отправляй! Отправляй! Я же, что ты представляешь. Ну как? Отправляют, да? Да! Как это подло, да? Оскорбить прекрасного комика, заслуженную артистку России Аллу Пугачеву, этим вонючим комментарием. Позор! Позор! Осудим! Я... Я звезда. Мы знаем, Мишка. Ну в смысле, Зара. Блин, нет, давай чё? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сками, Мурат, прайс! Она же, ну... Зару в воздуху! Она же хорошая девочка, зачем мы её... Алла Борисовна, что плохая? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Голову, да. Ляжками 30 секунд или до щелчка. Это больно прям будет? Ну, посмотрел же, будет больно. Ой, я согласен. Ой, странно. Я согласен. Я согласен. Я согласен, подожди. Здрасте. Я всегда мечтал трудоустроить дочь. Давайте, пожалуйста, сюда. Раз. Браво, браво. Класс. У меня к вам вопрос, Валерия. Ваши регалии. Мастер спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу. Абсолютная чемпионка России и Восточной Европы. По чему? По бодибилдингу. По всему. А если будут сжимать мое лицо, как будет? Оно останется у тебя, как у Юры Дугя. Нет, ну... Поэтому... Острое. Так, я комментарий читаю. Читай, конечно, комментарий. Может, там было еще лучше. Да. То, что ты громко выпускаешь газы во время секса, конечно, отбивает у меня все желания заниматься этим с кем-то другим, кроме тебя. Если вы сейчас не заставите его написать, я скажу, что вы вообще предвзято относитесь к людям. Ты жестко с нашей аудитории. Подписаться. Надо подписаться на него. Я сегодня подписываюсь на всех, я чувствую. С помощью нашего шоу люди учатся дружить. Ну, я не буду писать, конечно, такое ей. Это, наверное, да... А тебе нужно сесть сюда. Ну, лицом к вам, туда. А как бы ты хотел? А можно ему на лицо гоупрошку повесить? Наш любимый Чайковский. Засекаем. 30 секунд засекаем прямо сейчас. Руками возьми за стул. Ай, больно. Лера, не щадим. Не щадим. Лерочка. Так, Миша, будь мужчиной. Обнуляй время. У меня уши сломают. Лера, давайте, на максимум. Лерочка. Появился мозг. Отлично. И еще 15 секунд. Лера, давай. Помогай руками. Можешь ударить. Рукой побери. Все, есть. Стоп. Есть. Блин, у меня еще уши как ухо с него были. Ты еще не слышал, да, ничего, Миша? Это было больно. Спасибо. Все, спасибо. Что-то вечером, что-то я это. Можем с тобой как-то. Большое, друзья, спасибо, что вы не шутили в этот момент, потому что Мишу могло бы обдать кипятком. О, ну ладно, ладно, это было смешно. Давайте, я подпишусь на вас. Да, 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 давайте посмотрим. Твой профессиональный тренер в составлении программ питания. О, как раз то, что мне надо. Спасибо большое. Все, подписался на вас, Лерочка. Блин, ну очень больно. Я думал, честно говоря, у меня хрустнет чего. У меня хрустнуло даже вначале, вот челюсть. Она сделала, и я так, ой. Так, у тебя лицо немножко такое. Да. Просто не видишь. И сейчас мы расскажем вам, ради чего вы бьетесь. А расскажет нам это распорядитель подарков. Подарков. Распорядитель подарков. Верно. Всем кис, а хейтерам брыз. Сегодня у меня игривое настроение, потому что 7 утра, а я уже за рулем любимого фургончика с подарками. Каждый подарок, который я готовлю для нашего гостя, является по-своему уникальным на сегодня, честно. Я превзошел самого себя. Вы просто ахнете от удивления, когда узнаете, что внутри этого роскошного грузовичка. Вот они, последние мгновения интриги. Три, два, один. Один на сопельке. Ха-ха-ха. Вуаля. Впервые в истории нашего веб-шоу подарком станет годовой запас Роллтона. А это вкуснейшая лапша и пюрешка. Здесь тысяча пачек Роллтона. Победитель не будет гладать целый год. А это значит, что это не просто подарок. Это уверенность в завтрашнем дне. Я уже чувствую вкус будущего. Груз настолько ценный, что сегодня меня охраняет боевой вертолет. И цепной пес Ярополк. Аккуратней. Не отруби себе лапки. Ярополк, голос. Роллтон. Главный приз. Годовой запас. Пюре и лапши. Роллтон. Фантастика. Аплодисменты. Вуаля, разбираем. Спасибо вам за ваш труд, распорядитель. Демис, твой ход. Ну давай, бро. Вячеслав Муругов. Ой. Хорошо, что тебе выпало, не мне. Слава богу. А то завтра вернулся бы на ТНТ. Давай смотреть наказание, которое мы будем выполнять. А, да. А, ммм. Плохая девочка. Угу. И что? Участник надевает костюм школьницы. Ну вот это мне более близко, в принципе. И сразу гадю. И сразу гадю. Ложится на колени толстому сальному папочке. Это тебе близко. В очках. В очках. И тот шлепает его линейкой, приговаривая. Плохая девочка. Не написала комментарий. Имя звезды. Не написала комментарий Числаву Муругову. Ха. А, я понял. Комментарий же может не совпадать со звездой, да, типа? Я бы написал, но это... Что ты говоришь? Среди твоих подписчиков формируется целая прослойка уродов, которым только и подавай сиськи асмус. И я их прекрасно понимаю. Я считаю, надо писать, надо писать. Сальный папочка, выходите. Пожалуйста, выходите ко мне поближе, да. Да, тебе тоже захочется. Ну, так-то... Ну, так тоже так-так. Хотя миниатюрка. Ну, на Харламова человек похоже. Слушай. Минуту, да? Ну, давай. Так, как я? Ты хочешь написать это в парике? Да, я хочу им написать... Вы подождете, я переоденусь? Я готов. Я ничего не сделала! Надеюсь, сейчас в студии не больше двух эрекций. Так время уже... Пошло, поехали! Да я, бля, ничего не сделала! Отвали! Больно? Пиздец как! А! Больно! Больно не делайте! Давай! Стой! Будешь писать? Freedom! Комментарий! Давай, девочка! Я никогда не обижу Муругова, поняла? Девочка! А еще учитель года! Ты мне линейку сломал! Ты мне жизнь сломал! Я ни одного, ни одного, ни одного, ни одного воспитал! Задней нету, ребят, задней не бывает. И эти аплодисменты вам! Да! Да! Не, вот на самом деле два раза прям ударил там больно. Я, он первый два раза, мне кажется, так тебе хлестанул там. Как топором просто. Вот, друзья, согласитесь, насколько у человека нет воли и самоуважения, что он готов на такое, а ведь можно было по-легненькому написать комментарий, да? Ну, правда же? Напишите ему в комментариях, что он не прав. Ты такой грубый! Миша! Твой ход! Теперь остались спидозные иглы. Давай! Звезда! Я в начале, подожди, я в самом начале вот этого, вот этого шабаша, я думал, конкуренция у меня была внутри. Я думал, ах, что я тебя, блядь, выбрал там. Сейчас я переживаю за тебя. Я хочу, чтобы все было хорошо, Миша, понимаешь? Мы пройдем это вдвоем. Мы вдвоем пройдем. Звезда. Светлана Хоркина. Ой, Светик. Прекрасная спортсменка. Светлана Хоркина. Светик. Вели ли вы что-нибудь у Хоркина? Вели? Прекрасная спортсменка. Приспешника. Спокойно. Без истерики. Смотрите, олимпийская чемпионка. Давайте поаплодируем ей. Давайте поаплодируем. Она на меня подписана. Она на меня подписана, я подпишусь на нее. 300 человек. На всех подавали. Подписан. Потом, блин, что у меня лента засрана всякими? Этими спортсменами. Да что? Так. Так. Наказание. Помоги по-братски. Оплатить полностью сбор средств по просьбе человека. Человек собирает 3000 долларов, чтобы уехать из России в Америку. А это правда или это... Это абсолютная правда. Микша, дорогой, давайте посмотрим. Это свои, брат. Это че... Он вернет. Этот человек. Я хочу уехать. 50% обратно отдать. Возмущение происходит в стране, но нет выбора и свободы. И мы живем в заключении нынешней власти. Я хочу в Америку, в свободную страну. И потом в Америке... Я... Нет, что делать? Нет, он в Америке... Брат одного лоха нашел, он 3000 долларов дал, я уехал. Так, комментарий читаю. Давай. Если бы у нас в стране была смертная каинь за проституцию, чем бы ты тогда занималась? Светлана. Почему я не могу принять решение? Потому что оно сложно. Искакать сложно. Ну, хотя бы не 3000 долларов, меньше бы сделали. Вчера Вадик Селезнев проверял, отправляются ли деньги, и отплатил 5 долларов. Деньги уходят. Вадик, ты круто знаешь? Ты разницу не чувствуешь между 3000 долларов и 5? Для Вадика это как 3000 долларов. Послушай, послушай. Хорошо, а можно я 3000 отправлю по 5 каждый день? Кто знает, сколько ты проживешь? Ну, давай. Ты понимаешь, что я сделал? Я написал про Аллу Борисовну, ты понимаешь? Да. Масштаб трагедии. Понимаю, понимаю. Поэтому я ей напишу. Если бы у нас в стране была смертная каинь за проституцию, запятая, чем бы ты тогда занималась? Вопросительный знак. Эфирное время ваше сокращаю. А как же? Я бы, если бы у нас там. Я же говорю, у тебя Т9. У тебя какой-то Т9 сочинский стоит. Отключи. Дэмис, как бы поступил ты? На этом месте? Да, да, честно. Я бы написал комментарий, но потом как-нибудь, когда-нибудь. извинился бы. Вот настолько вам важны эти три тысячи долларов? Нет, кстати. Все, ты написал? Да. Я отправил. Ну, удачи. Ребят, можно мне удалить это сообщение? Хочу три тысячи долларов пацану дать. Нет. Ну, хочешь дать, давай так. Все? Ну, это все, Миш, да. Ну, все, значит. Хотел пацану реально деньги дать. Хап. Да ну вы издеваетесь, что ли, надо мной. Алла Павел. Личный враг семьи. Ну, как так? Тут сразу вот так. Ага, это как? Сразу нет, ты понимаешь? Ватсап-чат. Собрать чат в Ватсапе с названием... Всем привет. Прошу вас засунуть языки взад и принять тот факт, что я прекращаю с вами общаться. Как данность. Моя цель — более перспективные люди. А от кого в чат добавляешь? И выйти из чата. Решает ведущий. Это всего лишь пять человек. Как мы назовем этот чат, ребята? Отстойники вонючие. Отстойники вонючие. Хорошая идея. Вот это, да, надо взять. Какую ты хочешь, такую и бери. Ну, нет, никогда в жизни. Ты же явно весишь больше восьми килограмм. Как тебя пускают в салон самолета? Твое место со всеми остальными животными в багажном... Ну, это бессовестное бесовство. Ну, куда? Это Али Борисовне надо написать? Я выходил сейчас. Вот Муругову можно было написать, понимаешь? Ну, тут, видишь, как... Судьба твоя. Рулетка. Да нет, я не знаю. Смотри, давай, Дэми, зайдем сейчас в инстаграм Аллы Пугачевой. Не-не, я не буду это писать, Али Борисовне. Да просто проверим. Если она гуляет по багажному отсеку... То... Твое место со всеми остальными животными... Это просто прямое оскорбление. Ну, куда? Я тебе больше скажу. Я ни одной даме бы присутствующей такого никогда бы не написал. Даже в комментариях. А вот это говно давай там, я с вами не дружу, пошли вы все. Кого добавляем? Выбирай. Ребята, ну что? У нас есть варианты. Кого добавляем? Давайте. О, Батруха. Впервые он появится в нашем шоу. Навадский, конечно. Потом всем скажу, что это шутка, а ему нет. Кем, как вы считаете, дружит Дэмис? Хелькевич. Нормально, Хелькевич, хорошо. Вот Дзюбу добавляй. Давай Дзюбу, конечно. Рубик, КВН. А, исполнительный директор, да, КВН? Да, Батругинова удаляем. Ну, вы зря думаете, Батруха будет самое смешное. Сейчас поднимет памятник и приедет сюда. Что произошло? Мы с Хелькевич и Дзюбой приехали узнать, что... Что ты натворил? Отстойники вонючие. Всем привет, запятая. Прошу вас засунуть языки в зад и принять тот факт, что я прекращаю с вами общаться как данность. Моя цель – более перспективные люди. Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп! Этого в условиях не было. Ради этой толпы, которую ты не знаешь Ты наплевал в душу своим друзьям Зато я не сказал гадости Али Борисовне Они поймут Как не сказал? В прошлый раз сказал гадости Последний ход София Ротару Почему я не выбрал Софию Ротару? Так, наказание Бумеранг дерьма Наказание от подписчика Чикен карри, Дона Роза Дона Роза, спасибо большое за ваше смешное наказание Обожаем вас Написать гадость фанату на отмеченном Совместном фото в инстаграме Выбирает ведущий Текст, ну ты уродище, удали фотку Ну как дела? Нормально? Давай Так, комментарий Всегда, когда выселяешься из гостиницы Оставляю в унитазе несмытую кучу Как и в чайнике А ты? Блин, а тут? Наказание от подписчика Кикен карри, Дона Роза Написать гадость фанату А как это сделать? А, давай мы с тобой проверим Так, Миша, Миша У него все отмечают Видишь, оружие продают через него А давай вместе, давай выбирать, конечно Миша Ну не надо этого Ну ты, уродище, удали фотку? Нет, вы чё? А почему вы выбираете вообще? Я не понимаю Потому что в России мы можем выбирать Вот так-то Россия Россия Написать гадость фанату На отмеченном совместном фото в инстаграме Выбирает ведущий Суки Ротару как вообще? Где? Ротару писидионейл А, нет София Ротару точка офишел У нас милое имя? Я занял писидионейл Ребята Как вы считаете, что лучше сделать? Написать Софии Ротару Или выполнить бумеранг Дерьма Да Да чё ты им лишь бы говно на вентилятор Кого? Кого ты хотел? Вот мы показываем Где? Вот это? Вот Да Ну была и нет её Ладно, чёрт Здесь Жень Девушки прекрасные А София Ротару, блять Не девушка, что ли? Она девочка Я потом перед ней извинюсь А София Ротару не смотрит Не фанатка твоя Вашу говняную передачу, блять Чё написать? Где это написать? Ну ты уродище, удали фотку Я сейчас лайкну ещё твой комментарий Чтоб наверняка понимал Я, пожалуй, тоже, да Я не буду стоять рядом с тобой Итак, ребята В нашем суперраунде У нас есть задача Либо мы звоним звёздам И говорим то, что написано на карточке Либо мы выполняем наказание В пятом раунде Человек, который выполняет звонок Получает два призовых балла Миша, есть возможность вырвать победу Наказание Русские не смеются Нужно рассмешить вдову в траурной одежде Вдова! Войдите А, господи, я думал ехать куда-то надо Валентина, в данных обстоятельствах Мы хотим, я хочу от всей нашей команды Вас поддержать и сказать, что Чёрный вам фантастически идёт А как всё мило начиналось Для пессимистов Гроб наполовину пустой Для оптимистов Наполовину полный Так что, Валентина, чего грустить? Блядь, что происходит? Блядь, я не понимаю Так, кому звонить, если что? Алексей Панин На хер, нет, сразу Сразу нет, блядь Ну скажите классно На хер, блядь, сразу нет, блядь Дай хотя бы посмотреть Да я не хочу со своего номера вообще ему звонить Алексей, привет Представляешь, позвоню ему, он скажет Да, Миш, сохранён мой номер Я Галустян, звоню этому самому Как твоего друга зовут? Да Алексей, привет Простите, у нас сейчас передача Сейчас я договорюсь с ним Алексей, привет Привет, это Миша Галустян Прости, что поздно Смотрел твой последний видос Красавчик, что не стесняешься Уважаю С чего бы мне начать можно, а? Ну, чтобы без сливов Хочу постепенно втянуться Спасибо за совет Что это просто болтовня с непонятно кем Что такого? Он артист Это всё перформанс Звони Ну ты чего, Миша? Да не, я не хочу звонить ему Звоните, звоните Вам, надо вы и звоните Я лучше вдову рассмешу То есть ржать можно, да, над человеком? А рассмешить нельзя, да? А как смешить вообще людей? Смотри, не из... Давайте вот это оставим только А ты берёшься в районе Насчёт, что это реальная какая-то ситуация Уберёшь такой момент? Может быть такой? Нет Не веришь ему, да? Да, не верю Окей, твоё дело, брат Так, а это что? А, это наказание Это наказание А, ну тогда надо звонить Панину Чтобы я по очкам сравнялся Вот я понимаю, о чём думает Миша Это странно Этот звонок странный, согласись? По-моему, нормально У тебя будет этот номер, ты будешь потом такой Ну ведь вряд ли Нет Миш, слушайте Вы своей историей нам всё настроение сейчас испортили Уходите, пожалуйста Уходите Ну что такое? Я звоню Здоров, братан, как обычно На максимум стоит Да пошёл ты Вот мне казалось, что руки-то у него всегда свободны Ну я звонил, короче Ну давай ещё раз Давай Какой недотрога На всякий случай Как удалить теперь, подожди Всё, это уже не удалить, Миш Это к ветеринару Бля, где удалить? Окей, вытаскивай другую карточку Нужно позвонить В этом дело Гарик Мартиросян Несерьёзно Гарик, привет Прости, что поздно У меня вопрос личный Скажи только честно Что ты больше любишь? Писать или какать Ну это вообще Ответ Гарика Ну серьёзно А я знаю что ПУКАТЬ Гарик, спасибо за твое время Я звоню Гарику И вы два очка ему дадите за это? Гарик, привет. Привет. Да, прости, что поздно. У меня вопрос личный. Скажи только честно, что ты больше любишь, писать или какать? Что? Что? Я ничего не слышу. Что ты больше любишь, писать или какать? Я вообще не понимаю, что ты говоришь, прервается. Гарик, слышно меня? Алло. Да. А что ты больше любишь, писать или какать? Скажи, пожалуйста, а ты знаешь номер скорой помощи? Ну, серьезно. Ну, серьезно, пока она едет, я могу заехать еще за врачами. Приехать ты где? А я знаю, что больше люблю. Я люблю пукать. Что? Гарик, спасибо за твое время. Видишь? Он подумает, что ты сошел с ума. Ну что? Ну, я, собственно, сделал, блядь, что вы хотели. Все. И Михаил Галустян повел в нашей интеллектуальной битве со счетом 3-2. Ну что же сделает Дэми Скорибидис? Вот вопрос. Что ты выполняешь? Живой мангал. В пупу уголек. Блин, крутая идея, но мне... Надеваешь на руки две куриные тушки. Очень крупная курица, кстати, у нас есть. Это, по-моему, индюк. Соперник... Соперник коптит куриные тушки газовой горелкой до образования аппетитной корочки. А если прожжем? А им пох. Эй, откуда ты знаешь? Я смотрел ваши передачи. Что? Одно хуже другого. Посмотри обе и выберите. Нет. Мы уважаем тебя, Дэми. Так, Лисан, привет. Лисан Утяшева, если что. Лисан, привет. Это Дэми Скорибидис. Прости, что поздно. Спасибо, что ответил. Просто последнее время часто думаю о тебе. А что там дальше? Как нам с тобой из этого выбираться? Пять раз. Я могу и это прочитать. Я, кстати, первым вот это поднял. Понимаешь, да? А потом поднял вот это. Татьяна Навка. Татьяна Навка. Таня, привет. Это Дэми Скорибидис. Вы удивитесь, но прости, что поздно. Тут длинная пауза просто. Спасибо, что ответила. Просто последнее время часто думаю о тебе. А, 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 а. Как нам с тобой из этого выбираться? Абсолютно без разницы, что я достал. Понимаешь? Так, и что получается? Мне либо проиграть, либо звонить. Правильно? Такой смысл вроде как. Ты видел, какой был подарок? Где? Роллтон? На целый год запас! Спасибо. Пятьсот таких! Пятьсот таких! Пятьсот таких! А ты попробуй это утяшивай сказать. Ну, не знаю. Давайте. Аппарат абонент. Ну, тогда Татьяна Навка. Давайте, да. А ты еще раз Лисан набери. Вдруг, знаешь, скачет сеть бывает. В метро есть. В метро, да. Нет, я даже знаю, где находятся. Давайте жарить руки. Ну, Навки я не буду звонить. Ляся бы поняла юморески. А руки, руки потерпят. Это наказание напрямую связано с Паниным. Вот это? Именно руки. Можно тогда ноги засынуть? Будут великоваты. Друзья, ну что, видимо, случится наказание. То есть я априори проиграл просто из-за того, что ляся не взяла. Я проиграл из-за того, что ляся не взяла трубку. Вырезали. Фуууу. Отвратительно. Спасибо большое, классно вырезали. Говно, говно. Суперпередача, приходишь, тебя просто говном поливают, радуются. Вообще в наглую просто. У нас 7 миллионов просмотров, представляете? Вырезали, фу. Надеваем. Да, конечно. Дэнис, как ощущения? Хорошо пошло. А он подсами, мешай, подсами. Ну что за люди. А можно что сделать, чтоб я стрелял? Поехали. Армяне в деле, ебать. Это не шея. Ооо, ооо. О-о-о, о-о-о-о-о. А можно одевушка вторую руку в маникюр? Экспресс маникюр. где вы работа я работаю на телевидении друзья ну что было наказание выполнено вот он красавчик да и скажите после этого что я проиграл мы это сделаем буквально через 15 секунд хочу напомнить и подсказать что это только руководители которые защищают вот эту часть руки внутри удовольствие чувствовалось и по итогам нашего шоу победу одерживает ничего себе михаил галустяк со счетом 3 2 дэмис ты получаешь от нас серебряные яйца а ты михаил получаешь эти железные яйца потому что ты чемпион нашего выпуска шоу комментаут друзья дэмис карибидис с паской михаил галустян гелоди беркони чао спи спокойно сан-диего а 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 Субтитры сделал DimaTorzok